1 миллион 700 тысяч россиян работают в IT-сфере. Таковы данные Русофт, ассоциации компаний разработчиков программного обеспечения в стране. Точное число покинувших Россию в 2022 неизвестно, но большинство в стране остались и пока не планируют ее покидать, но задаются вопросом, как им работать и развиваться в условиях санкций. Сфера информационных технологий в ближайшие годы будет одной из важных и сейчас к ней обращено пристальное внимание власти. Так у алтайского бизнес-омбудсмена Андрея Осипова в конце 2022 года появился общественный помощник в сфере информационных технологий, директор одной из IT-компаний Виталий Лаженцев. О проблемах и надеждах сферы мы с ним и поговорим. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Скажите, пожалуйста, есть ли хотя бы примерное число IT-шников, которые живут в Алтайском крае? Потому что до этого такой цифры вообще в СМИ не фигурировало. Ну вот это ценить это сложно. Я могу вам так сказать, что в прошлом году у нас несколько раз собирала Минцифра Алтайская и есть чат, где стоят руководители малых и средних компаний. Где-то человек 70 у нас есть. То есть, ну, сколько в компании может работать? Может быть, от 50 человек до, скажем, сотни, наверное, может быть, где-то так. То есть, можно прикинуть объем IT-рынка, ну, если не считать еще фрилансеров, то есть, ну, и какие-то малые компании, которые не состоят в списке Минцифры, они просто работают, может быть, это маленькие какие-то агентства. То есть, немаленькое количество. Вот про релокацию. У нас и так было немного IT-шников. Кто-то уехал? По Алтайскому краю, вот, ну, среди сообщества я вообще не слышал о таких случаях, честно говоря. То есть, вот наш регион, он, наверное, совсем небольшой. Да. Ну, я думаю, как-то отдаленность еще играет роль. Отдаленность. Ну, отсюда улететь куда-то, уехать, это же целая история. Даже в Москву попробуйте сплетать. Это не так легко. А из Москвы все быстро делается. Ну, тоже верно. Думаю, неспроста, что бизнес-омбудсмен назначил в конце 22-го года в себе общественного помощника во сфере информационных технологий. В чем суть вашей должности? В целом, это экспертные консультации по запросам, которые приходят к бизнес-омбудсмену, собственно. Если там что-то касается IT, то этот запрос попадает ко мне, и я могу дать какую-то оценку. Я должен сохранять конфиденциальность этих оценок, и не могу, значит, включать на повестку свои какие-то личные интересы. Ну, то есть, это такая экспертиза. Ну, конечно, может кто-то обратиться напрямую ко мне за консультацией. Это не обязательно жалоба. Какие задачи перед вами стоят, и в каком состоянии сфера в начале 23-го года находится? Ну, если брать локально задачи как общественного помощника, конечно, это помощь предпринимателям, у которых возникают проблемы с айтишниками. Их всегда было много. Что-то сделали не так по договору, что-то там не получается по госконтракту. Там море всего возникает всяких проблем. Если брать задачи более глобально мои по индустрии в Алтайском крае, учитывая другие всякие общественные должности, мне бы очень хотелось связать бизнес Алтайского края и, собственно, айтишников, и места, где готовят айтишников. Я хочу сделать так, чтобы бизнес-задачи от алтайских компаний поступали туда, где айтишники учатся. Не хватает только реального бизнеса, то есть потребность услышать. Например, мне нужно внедрить новую какую-то программу, какую-то систему у себя на предприятии. Или разработать, скажем, аналог CRM, какой-то отраслевой, который раньше мы использовали зарубежные, а теперь он не работает, и нам нужно сделать что-то свое. И вот такая задача прилетает, скажем, к студентам, да, и они могут что-то придумать. Не факт, что они решат, безусловно, но это практическая задача, а не просто вот что-то, какое-то придуманное задание. Нам нужна практика, особенно вот у меня малая компания, у меня нет особо ресурса и возможности обучать. Нам надо сразу в бой, надо сразу делать боевые проекты. В крупных компаниях есть институт стажировок, но в целом, конечно, хотелось бы больше подготовленных людей, которые понимают, что бизнесу надо срочно, надо вчера, надо уже когда, когда уже все сроки прошли, тогда мы только спохватились, что нам надо эту штуку, когда у нас данные утекли, когда у нас что-то упало, ну давайте будем делать. То есть раньше, ну нет, как-то это не в первую очередь, это вот пока уже там не припрет, что называется. Не знаю, может это в Алтайском крае только так. То есть существует проблема взаимодействия бизнеса и вузов, образовательных организаций. Да, и в целом они говорят на разных языках. И бизнес и айтишники говорят на разных языках. Это сто процентов. Но разве за 2022 год обе стороны не поняли, что нужно тянуться друг к другу? Я думаю, что поняли. Ну, нужно способствовать этому, укреплять. Я в том числе это вижу в своей задаче, насколько возможно. Бизнес какой-то очень технологичный. И они внедряют решения. Кто-то вот буквально с этого года, вчера был первый рабочий день же у нас, и мне уже поступило несколько звонков сразу, давайте начинать проект, все, давайте. Мы давно созревали, надо начинать с нового года уже заниматься цифрой на предприятии. Ну, там, внедрить ту же самую CRM-систему, наконец, в разных подразделениях своей производственной компании. Ну, это приятно, что люди как-то двигаются в этом направлении, и все больше есть понимание. Ну, просто чтобы быть конкурентоспособным, ты должен быть цифровым. А цифровизация — это полностью перевод процесса в цифру. То есть вообще ничего нету, никаких ни бумаг, ничего. Вот как раз CRM — это пример цифровизированного такого подхода. То есть вся информация о ваших клиентах хранится в облаках. Сотрудники работают там же. Карточка по каждому клиенту, история взаимодействия. Вы можете ставить там задачи. То есть у вас ни одного документа, ни инструктивных писем, ни прямых приказов. Вот ничего такого нету, а все, есть электронный. Не выполнил, а вот смотри, ты же, вот у тебя срок был назначен, ну извини, дружище. То есть вот полностью перевод бизнеса, вы со смартфона можете управлять. Нужны будут айтишники. Айтишники, да, чтобы настроить все и обучить сотрудников, чтобы они не кричали там, не паниковали, что мне это неудобно использовать, а спокойно к этому относились. А потом они влюбляются в это, потому что это очень удобно, просто. Ну, я сам контролирую по многим дашбордам, по многим показателям своего бизнеса, в том числе там личный финансовый учет и какие-то личные планы. Я все веду, у меня ежедневника нет уже последние года два. Когда вас назначили на этот пост, вы написали пост в своих социальных сетях и выразили такое мнение, что сейчас в сфере айти нужна поддержка. Вот о какой поддержке идет речь? Это поддержка компаниям или поддержка сотрудникам, фрилансерам, одиночкам? Да, спасибо за вопрос. Но по части фрилансеров скажу сразу, что их сложно как бы оценить, найти и как-то точно поддержать. То есть физические лица, может быть, самозанятые, сложно их как бы вычленить и найти. А крупные компании, с другой стороны, они поддержку имеют неплохую. У них есть лобби, у них есть ресурсы. И, в общем-то, многие меры поддержки они делают, ну, с учетом, конечно, своих интересов, их продвигают. Это правильно, абсолютно. Это касается всей индустрии, и это прекрасно. Я думаю, что больше нуждаются в поддержке малые и средние компании. 5, 10, 15 человек, вот такие. То есть у них просто нет ресурса какого-то, чтобы заниматься административными делами. Им нужно заниматься проектами, зарабатывать как-то на жизнь. И еще возникают трудности в поиске заказчиков. То есть им надо и маркетинг решать, и что-то еще. А тут, чтобы получить меру поддержки, нужно соответствовать критериям, аккредитованные эти компании. Это может быть им сложно. Может быть, они не могут платить такие большие зарплаты. Может быть, там не настолько опытные сотрудники. Вот я бы коснулся малого и среднего бизнеса, малых компаний. Мне кажется, им нужны какие-то меры поддержки. Их сейчас нет, этих мер поддержки. Ну, они есть. Но что минимум мы можем использовать? Получить на ООО статус аккредитованной IT-компании. Для этого нужно выполнить ряд критериев. На мой взгляд, эти критерии объективны. Они логичны. Но как малый предприниматель, который начинал с нуля, я представляю, что они не для всех выполнимы. Может быть, можно придумать какие-то еще меры. И меры не обязательно, они должны касаться этих компаний. Может быть, они могут касаться заказчиков. То есть, например, заказчик обращается в какой-то трехсторонний договор и получает там государственное софинансирование на внедрение чего-то. Да даже просто на разработку сайта. Ну, не каждая компания может взять и выделить 200 тысяч, казалось бы, небольшая сумма, на разработку нового корпоративного сайта. А в Алтайском крае много таких небольших IT-компаний? Ну, я вот думаю, что подавляющее большинство. Скорее, больших, может быть, 20, может быть, 30. Остальное все-таки это малые компании. Большинство компаний малых. Большинство компаний не работают на экспорт, они работают на внутреннем рынке. Потому что выход на экспорт — это тоже дополнительные ресурсы. У нас уже каждый третий, каждый пятый знакомый — это айтишник, чем фрилансер. Мне кажется, это было и в 2014 году даже такое, когда я начинал. Да, там тоже каждый первый делал одностраничники, каждый второй был специалистом в Яндекс.Директ. И все были такие начинающие, успешные предприниматели, коучи успеха, были готовы делиться опытом. Ну, скажем, наверное, сейчас профессия фрилансера, она умирает в этом плане. Есть, конечно, такие молодцы сейчас, которые работают и зарабатывают хорошо. Но в целом сейчас как-то выгоднее, мне кажется, найм, чем поиск заказов на бирже. Большая конкуренция, опять же. Да, большая конкуренция, и рынок сжимается, работы в целом становятся меньше. Ну, посудите сами, мы ограничены внутренним рынком. Внешние контракты у меня, у самого, у моей малой компании много контрактов внешних сорвалось, которые мы готовили по нескольку месяцев. Это очень обидно. А если сидит у вас 100 человек, и они работают целиком на Соединенные Штаты, решают проекты, а вдруг приостановились все платежи, проекты подзаморозились, вы куда будете девать эти 100 человек? Они будут куда деваться. Ну, если вы опытный предприниматель, у вас есть бюджет содержать команду месяца 4, вообще без копейки, ну, а дальше либо закрывать это дело, либо искать что-то. Соответственно, люди перестраиваются и ищут контракты внутри страны. Значит, работа становится меньше, а желающих ее выполнять больше. Поэтому нам нужно больше продавать себя. С какими трудностями мы будем сталкиваться или уже столкнулись? В какие стороны развиваться, вообще какие перспективы? Ну, развиваться сфера, безусловно, будет. Рынок, к сожалению, сжимается. У меня есть некая надежда, что получится организовать продажи, организовывать на рынке Азии. Но, опять-таки, это сложно сделать для малого бизнеса. То есть, мне кажется, малому бизнесу нужно готовиться к худшему все же. Ну, или как-то стараться выработать в себе стойкость, чтобы пережить это, искать какие-то варианты, очень много думать, как никогда. Но нужно искать, естественно, пути продвижения. Я вот сказал уже про Азию, про страны БРИКС, например, БРИКС+. Это все прекрасно. Они готовы общаться. Я недавно же был в декабре на мероприятии БРИКС, мне там награду вручили. Я познакомился с арабами, с африканцами, с китайцами. Да, им интересно сотрудничество, но экспортный договор подписать, заключить, это такая история непростая. Это языковые барьеры. Это желательно бы туда съездить. Поэтому, опять же, здесь все условия есть для крупного бизнеса, который там решает, что нам надо, например, поработать с Камбоджей. Туда вылетает команда, снимается офис, они начинают работать, разворачиваются. Представляете, сколько это денег? А я могу только сам в Камбоджу слетать. И мне это обойдется, не знаю, в несколько сотен тысяч рублей бюджета компании. А хуже того еще личного бюджета. И без всяких гарантий. То есть, по-хорошему, там надо жить. Чтобы работать с Китаем, там тоже надо жить. То есть, это непростая история пробиться на экспорт. Опять же, получается, что для крупного бизнеса условия сдаются. Вот что сделать для малого? В 2023 году куда будет развиваться сфера, вот как вы считаете? Потому что я, когда готовилась к интервью, прочитала, что в этом году могут заработать новые бизнес-модели взаимодействия с сотрудниками и клиентами. Вот что вы об этом слышали? Ну, бизнес-модели их все равно ограниченное количество. Ну, например, их 200 основных. Ну, какие-то новые могут появиться. Например, я бы выделил аутстаффинг команд. Ну, не аутстаффинг отдельного специалиста, когда вы берете. А, например, возникла необходимость взять в аренду целую команду программистов. А управление проектом будет на стороне заказчика. То есть, проектный менеджер на стороне заказчика. А программистов, чтобы не брать в штат, мы берем их в аренду на несколько месяцев, что-то разрабатываем и отпускаем. Люди идут дальше на новый проект. То есть, есть компании, которые занимаются аутстаффингом персонала. То есть, до этого больше все-таки была модель, что отдельных людей брали на аутстафф. А тут целая команда. Да, да. Это касаемо сотрудников. А что касается клиентов, ну, не секрет, что сейчас электронная коммерция развивается. Я слышал статистику, что оборот розничной торговли на 20% только упал. Ну, куда он делся? Понятно, что, может быть, снизилась какая-то покупательская способность населения, потому что там люди не делают крупные покупки, они не знают, что будет дальше. Может быть, такая история. Но, в целом, все уходит в электронную коммерцию. Спасибо большое за беседу. О состоянии IT-сферы говорили с общественным помощником в сфере IT-бизнес. Омбудсмен Алтайского края Виталием Лаженцевым. Увидимся в эфире. Продолжение следует...